Всем привет! Сегодня я хочу сделать видео-ответы на ваши вопросы. Вопросы это будут, знаете, касаться в основном грин-карты и о детях с инвалидностью мне спрашивали. Также, знаете, еще кто-то мне написал такой большой комментарий, там было несколько вопросов, но я не нашла ваш комментарий. Я думаю, что вы его, наверное, удалили, поэтому я не смогу на него ответить, там тоже касалось отношений детей-инвалидов. Вот какие есть сейчас вопросы, буду отвечать. Видите, красота здесь такая стоит, еще после 8 марта цветочки, тюльпанчики, вот эти гиацинты. Это сын мне подарил на наше 3 марта, когда мы в Америку приехали, 11 лет в этом году было. Здесь мои орхидеи стоят, вот я среди такой красоты. Чтобы не в машине, а то, говорят, в машине уже надоели видео. Ну, в машине удобно, знаете, по пути едешь где-то, раз остановилась, есть время и можно рассказать. Ну, давайте начнем с первого вопроса. У нас трое детей выиграли грин-карту. Какие есть программы поддержки семьи для многодетных? Никаких. Ну, насколько я знаю, в Америке нет такого вообще понятия, да, как бы вот многодетные семьи, и чтобы была какая-то там поддержка от государства. Здесь все зависит от достатка семьи. Если у вас там трое и больше детей, да, если там хорошие зарплаты, то родители сами содержат себя и детей. Если, ну, будем говорить, это в отношении не американцев, а эмигрантов, да, допустим, вот люди приехали, и у них трое, четверо, пятеро детей. Дети маленькие, муж идет, соответственно, работать, жена остается с детьми. Очень маленькая, да, поначалу будет зарплата, оплата труда. Даже, может быть, если и у двоих получится пойти работать, но будет не хватать, да, как бы, так скажем, на такое полноценное проживание. Что тогда есть? Тогда единственное, вот что, помощь материальная вам будет оказана, это в конце года, когда пройдет год, вы уже проработаете и будете делать таксы. Вот в это время на детей начисляются деньги. И если у вас не произошло там никакой переработки, да, доход маленький, низкий был на семью, то, ну, примерно на каждого ребенка за месяц будет это 100 долларов. Но также я еще слышала, что вроде только платят до четырех детей. Я не знаю, может быть, кто знает эту информацию, напишите, скажите, правильно это или нет, потому что говорят, свыше четырех уже, допустим, пять-шесть детей уже не будет на каждого ребенка платить. Я слышала, что только до четырех детей, вот на каждого примерно там по 100 долларов за год в месяц будут оплачивать. Все, здесь нету такого понятия, что многодетная семья и будет платиться какое-то пособие. Это все ложится на плечи родителей и родители как бы сами должны об этом думать. Но также, допустим, когда у вас многодетная семья, да, небольшой заработок, то, допустим, в нашем штате положена страховка. Будет бесплатная страховка на всю семью и у родителей может быть, и у детей может быть это бесплатная страховка. Также еще зависит от статуса, какой у вас статус. Так, ну вот второй вопрос. Ну как не вопрос, это просто написали такое утверждение, да, мне там в комментариях, что многодетная семья не зависит от количества детей. Для получения помощи все зависит от дохода семьи, так как я уже сказала выше. Светлана, какая страховка по грин карте и какую вы имеете? Такого понятия не существует, какая страховка по грин карте. Грин карта не дает никакой страховки. Когда вы приезжаете сюда по грин карте, соответственно, вы находите какую-то работу, да, бывает, что на работе есть медицинская страховка, допустим, работодатель вам будет оплачивать. Но часто на таких первых работах, куда идут иммигранты, никаких страховок нет. И ты должен или сам покупать страховку. Здесь, знаете, в Америке есть сайт, туда заходишь, и там тебе миллион страховок. Сам смотришь и выбираешь. Допустим, можно там платить 200, 300, 400 долларов в месяц. Там различные планы, их здесь сотни, сотни, и поэтому невозможно сказать, вот такая или такая страховка. Как у нас было, про себя немножко скажу. Мы приехали по грин карте 11 лет назад, тогда взрослым не давалась страховка. Нам не дали вот эту бесплатную была на то время. Детям дали бесплатную страховку. Как бы по закону положено было детям иметь бесплатную страховку, пока у нас был низкий доход. В то время была очень хорошая страховка Basic Health. Мы за двоих, представляете, платили 10 долларов. Она покрывала очень многое. Приемы стоили 15 долларов к семейному врачу. Допустим, к специалисту 30 долларов ты платишь. Остальные 75% покрывала эта страховка. Но потом, когда через несколько лет появилась Обама Кейр, вот эту страховку ее закрыли. Так, идем дальше. Правда, что грин карту хотят закрыть, и это последний год. Будет жесткий отбор. Как вы представляете, это будет выглядеть? Ну, лично мое мнение, да, я уже много слышу, особенно это от блогеров, эту тему мусолят уже весь год, что грин карту закроют, что все. Я, так как это, наблюдая за этим, скептически к этому отношусь. И это, знаете, это на высшем уровне, на уровне правительства. И, как бы, нам неизвестно, закроют, не закроют, но я не думаю, что это произойдет. Это больше какое-то нагнетение такое, мне кажется, идет от блогеров, в частности. Нет, розыгрыш также вот состоится. Знаете, еще, живя в Киргизии, когда мы выиграли грин карту, моя подруга мне сказала, что у них был знакомый, который имел грин карту, и потом вернулся опять в Киргизию, и вот она говорит, что грин карта будет скоро закрыта. И прошло уже 12 лет, и вот до сих пор закрывают грин карту. Так, какие есть программы, чтобы переехать с ребенком-инвалидом в Америку? И какая страховка у детей с инвалидностью? Знаете, вот это такие вопросы, понимаете, нету таких программ, чтобы переехать с ребенком-инвалидом. Как бы Америка, она не делает того, что, да, вот если там дети инвалиды или взрослые инвалиды, приезжайте к нам. Такого нет, и нету таких никаких программ. Все зависит от того, по какой вы программе едете с ребенком, да, допустим, вы выиграли грин карту, или вы едете как беженцы, или там, я не знаю, по каким-то рабочим визам. И все уже будет от этого зависеть. Но нету такой специальной программы, чтобы ехать с ребенком-инвалидом. Также страховка тоже у детей с инвалидностью. Ее нету как таковой. Тоже зависит от дохода, но в последние годы она появилась. Да, вот я говорю опять-таки о нас. Когда мы приехали, нам дали на детей обычную страховку. И так как у ребенка была инвалидность, то обычно эта страховка, она подходила и почти все покрывало ему. Все там приемы, процедуры, операции и так далее. Мы столкнулись с какой проблемой с Никитой? Это было где-то года два назад, когда есть там, знаете, у них своя планка. И когда ты по доходу превышаешь вот эту планку в зарплате, несколько тысяч, то они забирают вот эту бесплатную страховку у ребенка. Но что получается? У нас у Никитки забрали эту страховку. Доход немножко вырос, а в идеале невозможно, знаете, ребенку с инвалидностью купить какую-то страховку, платить. И она там будет кое-что покрывать, но большую часть будете как бы вы выплачивать, да. Потому что вы сами понимаете, дети с инвалидностью, они постоянно болеют, постоянно что-то нужно. Различные процедуры, физиотерапии, иногда операции. Очень много у нас приемов там, я не знаю, каждую неделю мы обязательно куда-то едем. Куда-то идем на прием к врачу. И вот это, то что повысился наш доход, это ни о чем не говорит. Это нереально оплатить медицинскую страховку ребенку, да. Даже если вот, ну она такая покупная и какую-то часть, как я говорю, вы будете платить. Это реально можно остаться без штанов, без дома, без апартмента, жить на улице под мостом, полностью выплачивая свою зарплату. И то вам этого не хватит. Потому что цены в Америке бешеные, здесь все в тысячах долларах. Какие-то операции тысячи долларов, какое-то УЗИ сделать там тоже по тысяче долларов. Ну и сами понимаете. Поэтому, как нам объяснили, вот у нас у Никитки есть менеджер, да. У таких детей у них есть менеджер, который имеет заболевание. И когда к ней обратились, мы сказали, что вот страховку забрали, что делать. Хотя она говорит, сейчас типа вышел закон, и вы можете подать на страховку независимо от вашего дохода. Подали на эту страховку, ждали какое-то время, я там не помню, может быть месяц этот ответ или два. И да, нам пришел ответ, что ему положена страховка. Так что сейчас, да, вот в последние годы есть такое правило, независимо от дохода, дети с инвалидностью должны иметь эту страховку. Но это, знаете, тоже не так просто. Вот раз вам ее и дали. Это нужно добиваться этого, связываться с менеджером, ну делать для этого какие-то шаги. Светлана, меня мучает вопрос, при получении грин-карты дадут ли визу, если в семье ребенок инвалид. Очень часто задаваемый вопрос, очень часто пишут те, кто выиграл, допустим, грин-карту, или кто собирается, или каким-то другим путем едут. Вот инвалидность, она ни в коем случае не может помешать быть отказом в визе. Ну, я не знаю, это как бы, это уже дискриминация, да, Америка, она там пройдет дискриминации. И если кто-то об этом думает, что это произойдет или так, нет, этого не будет. Мы также приехали, также проходили собеседование, и когда узнали диагноз ребенка, они абсолютно, они даже ничего об этом не спрашивали, ничего не говорили. Так что на эту тему можно не переживать. Какие-то могут быть другие причины отказа, да, допустим, в амбвизе на интервью грин-карты, но это никак не инвалидность. Какая реабилитация у детей с инвалидностью? Ну, опять-таки, я хочу сказать, зад реабилитация зависит от вашей страховки. Вот какая у вас будет медицинская страховка, да, у ребенка, от этого будет и зависеть реабилитация. Самое главное, что пойти к семейному врачу, встать на учет, и семейный врач уже вас будет направлять. Допустим, нужно встать на учет к невропатологу, неврологу, узнать, где находится физиотерапия, да, чтобы посещать физиотерапию. Также есть спич-терапия, так называется, это как разговорная терапия, дети, которые нуждаются, чтобы речь у них, да, исправляли. Есть езда на лошадях, хипотерапия, и все это, как бы, постепенно нужно узнавать, спрашивать у врача или как-то самим, знаете, находить эти программы. Мы, как бы, очень долго к этому шли, я постепенно, постепенно, можно сказать, годами собирала какую-то информацию, куда можно обратиться, к кому, что делать, да. Сейчас, как бы, уже я это все знаю, мне кажется, все это легко и просто, но с самого начала это было, скажем, не так просто. Также есть врачи, которые делают брейсы для ног, там, для рук, если ребенку нужно, это все нужно будет обращаться, все через семейного врача, узнавать эти адреса. У меня есть видео, кстати, на канале, как Никитке здесь делали брейсы, я ссылочку сделаю, наверное, в комментариях на это. Вот и все, закончились вопросы, я думаю, ответила на них, как могла, уже и так видео получилось на 15 минут, так что, если есть какие-то дополнительные вопросы, пишите под этим видео, в комментариях, и можно будет уже разобрать в каких-то следующих видео ответы на вопросы. Все, всем пока!